На современной карте страны под названием Финикия мы не найдём, потому что расцвет Финикии приходится на период с 1600 до 1700 года до н.э. Сегодня же на её месте находится государство Ливан. Давайте обратимся к карте Древнего мира. Посмотрите внимательно на небольшую полоску земли на восточном побережье Средиземного моря. Протяжённость государства составляла всего лишь 200 км, а с востока оно было окружено цепью Ливанских гор. По сравнению с Древним Египтом, Месопотамией или Древним Римом, это совсем небольшая страна. Однако вклад её в мировую историю весьма значительен. Мы сегодня используем алфавит, в основе которого лежит алфавит, созданный финикийцами. Античные авторы приписывали им создание грузовых судов, тарана, стекла, зеркала, пурпурной краски. И это лишь малая часть их открытий. Финикийская речь звучала во всех странах Средиземноморья. Их корабли считались лучшими. Наша с вами задача — выяснить, каким образом этот маленький народ смог достичь процветания. Здесь нет крупных рек, как в Египте или Междуречье. Местность гористая. Местами горы подступают к самому морю. Земель, пригодных для земледелия, крайне мало. Нет места и для пастбищ. Казалось бы, в таких условиях невозможно вести хозяйство, заниматься земледелием и скотоводством. Однако природа сама подсказала выход. Земли было мало, но она была плодородна. Влажные ветры приносили с моря дожди и делали ненужным искусственное орошение. Поэтому горы плавно сменялись плодородными долинами, где произрастали плодовые и оливковые деревья, виноградники, разбавленные кипарисами и пальмами. Долины сменяются на предгорья с дубовыми и лавровыми рощами, а еще выше растут знаменитые ливанские кедры. На побережье было много удобных бухт и гаваней. Теперь вы можете предположить, чем могли заниматься финикийцы, используя природные условия своей территории. Они выращивали оливковые деревья и изготавливали из плодов масло. Занимались виноградарством и рыбной ловлей. А из кедра строили лучшие корабли в мире. Финикийские мореходы считались лучшими в мире. Корабли плавали под парусами и на веслах. Недалеко от побережья выросли крупные города, которые стали центрами ремесла. Самыми знаменитыми были Библ, Сюдон, Тир. Их жители изготавливали искусственные изделия из меди, слоновой кости, черного дерева и стекла. По легенде, природа подарила финикийцам еще один подарок. Как-то бог Мелькарт, особо почитаемый Финикий, прогуливался в сопровождении нимфы по берегу моря. Его пес случайно разгрыз валявшуюся на берегу раковину, и тут же его шерсть окрасилась в необычный цвет. Нимфа попросила подарить ей ту же краску для платья. Мелькарт не смог отказать и стал собирать раковины. С тех пор финикийцы вылавливали в море раковины, из которых они получали несколько капель чудесной жидкости, окрашивающей ткани в великолепный пурпурный цвет. Такая ткань стоила очень дорого. Ее покупали в основном цари, военачальники, жрецы. Было очень почетно владеть такой пурпурной мантией. Именно поэтому финикию и называли «страной пурпура». Однако страна была небогата полезными ископаемыми и плодородными почвами, поэтому приходилось везти медную посуду, лошадей, олова и пшеницу. Именно в финикие пересекались крупнейшие сухопутные и морские торговые пути. Корабли финикийцев плавали по всему Средиземноморью и выходили даже в Атлантический океан. Известно, что они привозили оловы и янтари с Северной Европы. Сюда шли караваны с тканями, пшеницей, медом из Двуречья и Израиля. В гаванях стояли корабли с зерном, папирусом, канатами, привезенными из Египта. Но самое удивительное плавание они совершили около 600 года до н.э., когда отправились по Красному морю, держа курс на юг, вдоль берегов Африки. На третий год плавания корабли вошли в Средиземное море через Гибралтарский пролив. А это значит, что финикийцы первыми в мире обогнули Африку. Однако о финикийских мореплавателях и торговцах шла и дурная слава. Зачастую, высаживаясь на берег в какой-нибудь гавани, они заманивали на корабли детей, захватывали женщин, а затем продавали их на невольничьих рынках или же использовали рабов как грибцов на кораблях. Их приковывали к скамьям, и во время шторма они гибли вместе с кораблем. Использовали рабов и на заготовках кедра. Они таскали на себе деревья. Многие рабы умирали, а взамен покупались или захватывались новые. Финикийские мореплаватели путешествовали из страны в страну. Постепенно они стали основывать колонии, поселения жителей в чужих странах. Колонизации подверглись острова Мальта и Сардиния. Финикийцы основали города Кадис в Испании, Палермо на Сицилии. Крупнейшей же колонией стал Карфаген, в переводе «Новый город», в Северной Африке. Позднее его влияние распространилось на все Средиземноморье. Морская торговля и образование колоний способствовали процветанию и развитию финикийского государства. Финикийцы вели обширную торговлю. И, конечно, вынуждены были вести учет товаров, делать записи. Первоначально они не имели своей письменности и использовали аккадскую клинопись. Но в ней было около 600 знаков, каждый из которых имел несколько значений, мог обозначать слово или даже целое выражение. Их было очень сложно использовать, и приходилось содержать специальных песцов. Поэтому финикийцы изобрели свой алфавит. В нем было всего 22 буквы, каждая из которых обозначала звук, а не слово. Буквы были только согласные. Писали финикийцы горизонтальными строками, не отделяя слова друг от друга. Определите, что здесь написано. К-Р-Ф-Г-Н. Это слово отгадать довольно просто. Но бывает, что без гласных сложно понять, что перед нами. Определите, какие слова могут быть спрятаны за буквосочетаниями СН и ДМ. Финикийские буквы Алиф и Бет дали название слову алфавит. Он позднее был переработан греками. На основе же греческого алфавита составлена и славянская азбука. Финикийцы создали алфавит, который лежит в основе многих современных алфавитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова